Александр Русаков торопливо очищает скульптуру, чтобы снег не отвлекал внимания от главного цвета. Медная короба, а на солнечном свете золотая, олицетворяет материнскую щедрость и плодородие Алтайского края, говорит автор творения. Никто из наших людей не придает значения им такого, которое должны мы уделять. Кормят детей наших, нас кормят, всех кормят, а, как сказать, ни чести, ни славы. Эта история довольно забавна и полна символизма, а скульптор рассказывает, увидел образ коровы во сне, да такое, что понял, видению обязательно нужно придать реальные черты, облечь фигуру. За образец Александр взял гальштинскую породу, которая считается самой молочной в мире. Однако корова-макет вполне жизнерадостный, чего не скажешь о готовой скульптуре. Создавая фигуру, Александр волновался и случайно оставил мазки раствора под глазами коровы, а потом увидел в них слезы. И тогда только возникла вот идея о том, что, а почему же она должна не плакать-то? Она как, она, думаю, о молящей, сделаю ее молящейся, молящейся о своих детях, не только России, но и Украины. Создатель скульптуры близко к сердцу принимает переживания этих животных. Он не раз был в Индии и прочувствовал, как там почитают коров. Свою скульптуру он создавал по индийской технологии. Цемент, бетон, 500-й цемент, песок, куриные яйца, изделию приносят долговечность. Коровий навоз немного. Почему? Так как коровий навоз в Индии считается, он самый сильный антисептик не только на Земле, но и во всей Вселенной. Внутри скульптура заполнена соломой. Толщина стенок 4 сантиметра, но даже в таком исполнении весит почти тонну. Корову, как символ сельского хозяйства, а значит и всего Алтайского края, говорит Александр, установить нужно на одном из участков Чуйского тракта. Он уверен, кормилица приглянется всем проезжающим, в том числе и гостям региона. Как вы думаете, какую часть кормилицы начнут тереть на удачу? Это кормилица. Если в ребенок сосет грудь, допустим, ребенок, мы, то есть люди, то я думаю, что вот вымя. Почему? Потому что наш человек, прикоснувшийся к этому вымени, он просто будет благословен. По словам скульптора, макет еще летом, во время открытия спортивного центра в Белоярске, одобрил сам губернатор. И теперь создатель кормилицы намерен обратиться к властям региона, чтобы установить ее на почетном месте, вдоль главной дороги региона. Елена Кузовкина, Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком.